После распада СССР России, как и другим странам постсоветского пространства, пришлось не сладко. Это мы все, конечно, знаем. Но вот где по-настоящему возникает много вопросов, так это в разговорах о том, как вели себя тогда, в 90-е, Соединенные Штаты Америки. Помогали ли они России или вредили? Что такое ножки Буша и зачем их Америка присылала? Это была гуманитарная помощь или компании из США зарабатывали на поставках, прикрываясь благими целями? Кто вообще получал деньги от продажи в России американских продуктов питания? Да и в целом, какие отношения тогда были между Россией и США? Была ли это дружба или вражда? Самое удивительное, что речь идет про события 30-летней давности. Архивные источники вполне можно найти. Это не что-то, что ушло вглубь веков, ведь по историческим меркам все происходило буквально вчера. И ответы на все эти вопросы есть, просто никто почему-то не копает глубоко. То ли российские СМИ не хотят этого делать, то ли у них есть какие-то другие причины молчать. Сегодня мы заглянем в самые недра 90-х, в документы правительства России того времени, в распоряжения государственного департамента США и даже в мемуары президента Таджикистана. Поверьте, там очень много интересного. Цифры, факты, фотографии – все это с опорой только на официальные источники. Не забудьте нажать жирный жирный лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное о жизни в Америке. Ну и обязательно досмотрите это видео до конца. Там я расскажу о том, какие документы из начала 90-х буквально на днях рассекретили американские спецслужбы и как это все связано с Россией, продовольственной помощью и Борисом Ельцином. Если верить российской пропаганде, Соединенные Штаты буквально мечтают о том, чтобы Россия распалась на части. Это что-то вроде главной цели американцев. И ради нее они готовы на все. Пропаганда не устает твердить. Именно США развалили СССР, устроили в России лихие 90-е. И вообще между двумя странами никогда не было теплых отношений. Безусловно, в 20 веке Советский Союз и Соединенные Штаты Америки соперничали между собой, стремясь занять доминирующее положение в мире. Холодная война, международные конфликты, где сверхдержавы едва ли не скатывались в войну между собой. Корейская война, где США поддерживали юг, а СССР север. Все это было. Гонка вооружений, Карибский кризис и так далее, и так далее. Это все уже часть истории. Но есть и другая часть. На протяжении короткого времени, в первой половине 90-х годов, период дружбы или, по крайней мере, теплых отношений между Россией и США. Он, безусловно, был. И вот об этой странице нашего прошлого сейчас принято умалчивать. Ведь по мнению действующей в России власти, США – это враг. Разве могло быть между нами всего 30 лет назад что-то общее? Общие цели, похожий взгляд на будущее. Разве могут американцы кому-то помогать и тратить свои деньги, свои силы и ресурсы, на то, чтобы просто оказывать помощь другой стране в борьбе с голодом. Распад СССР не прошел бесследно. Бывшие советские республики столкнулись с сильнейшим продовольственным кризисом. Тогда, в самый сложный период дефицита, в этой помощи нуждались почти все люди. И особенно бедственное положение было в больницах, детских домах и социальных учреждениях. Америка не осталась в стороне. Доставка гуманитарной помощи, известная как операция Provide Hope, началась 10 февраля 1992 года. В этот день 12 военно-транспортных самолетов ВВС США, базировавшихся в Германии и Турции, доставили первую партию продовольствия и медикаментов в города бывшего СССР. Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинев, Ереван, Алмату и другие. В наборах гуманитарной помощи не было чего-то роскошного. Лишь самое необходимое. Обычные продукты, простая одежда и средства гигиены. Но вот сами масштабы помощи были столь огромны, что для своевременной разгрузки и доставки продуктов привлекались не только сотрудники аэропортов, но и курсанты военных училищ и личный состав воинских частей. Поставками продовольствия занимались не только штаты, но и другие страны. Из Германии, к примеру, приходили адресные посылки, которые собирали обычные немцы. Но вот именно США оказывали наибольшую помощь среди всех стран Запада. Сохранилось очень много фотографий того времени. Во всем можно убедиться воочию. Вот на этом снимке семья шахтера из Кузбасса получает гуманитарную помощь. А вот на этом гуманитарка, только что прибывшая из Соединенных Штатов Америки в московский аэропорт Шереметьево. А вот здесь москвичи стоят в очереди за молоком, прибывшим из-за границы. Скажите, как же быть с этими фотографиями? Они что, сделаны в фотошопе? Конечно нет. Окей, давайте включим режим скептика и предположим, что все это фейк. Но как быть вот с такими статьями из газет в 90-е? Обратите внимание, 24 декабря 1991 года о поставках в Россию из США писала не просто там какое-то медиа, а интерфакс. А вот статья в Associated Press из более позднего периода, 98-й год. В ней говорится о том, что США и Россия договорились об очередном пакете продовольственной помощи. И как вот все это объяснить, кроме как тем, что американская помощь действительно приходила в Россию тогда, когда страна в этом сильно нуждалась? Друзья, а я напоминаю, что если вам нравятся подобные исторические видео с глубоким обзором тем, то поставьте лайк под этим роликом. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете дать каналу. Ну и не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. И если хотите, можете еще поддержать команду канала на специальных сервисах по ссылкам в описании. Ну и на самом ютубе через спонсорство и суперспасибо. Представьте, что у вас есть трехзначная сумма. На что бы вы ее потратили? Скорее всего, в вашей голове сразу возникают образы ваших хотелок. Ноутбук, робот-пылесос, фена, дайсон. И все, на этом деньги закончились. Покупки сделаны, вы рады. Но вот надолго ли это все? А дальше хочется еще и поновее и подороже. А что если я вам подскажу лайфхак, как вложить средства правильно, чтобы они никогда не заканчивались? Хотите узнать? Ответ – это вложить в себя. Да, наилучший вариант – купить обучение новой профессии в самой востребованной сфере. Это IT. Найти работу по новой профессии. С новой зарплаты вы окупите свое обучение меньше, чем через год. А потом и карьерный рост. Важно, чтобы работа не только приносила хороший заработок, но и удовольствие. Сейчас много онлайн-профессий, где каждый может реализовать себя полностью. Например, IT или маркетинг. Так как там есть ряд классных и высокооплачиваемых профессий. И не везде обязательно программировать. Зарплаты начинаются от 60 тысяч рублей, а хорошие специалисты могут рассчитывать уже на 150 тысяч минимум. Спрос на таких специалистов сейчас очень высокий. Много интересных вакансий. Причем работать можно из любой точки мира. Поэтому это отличный вариант для релокации. Если вас интересует работа онлайн, но вы не знаете, как подступиться и начать, то приходите на бесплатный прямой эфир онлайн-профессий от онлайн-университета SkyPro. Они расскажут правду, можно ли новичку перейти в IT. Покажут реальную статистику трудоустройства и зарплаты студентов SkyPro. Всего за несколько часов вы узнаете о 7 самых востребованных онлайн-профессиях не только в теории, но и на наглядных примерах. Вам помогут определиться с профессией через профоориентацию от специалистов, а также вы узнаете, как перейти на удаленку и гарантированно получить работу в 2023 году. Только в эту субботу бесплатный прямой эфир. Скорее переходите по ссылке в описании или вот по этому QR-коду и регистрируйтесь. Разумеется, сказать, что Америка спасала Россию как государство нельзя. В большей степени США руководствовались именно гуманитарными соображениями. Они помогали простым людям. И да, это было оформлено как специальные межгосударственные программы. То есть все делалось на уровне именно двух стран. Но целью было предотвратить массовый голод среди обычного населения. Вот хотите еще доказательств того, что гуманитарные поставки действительно проводились? Вот вам, например, официальный документ. Это постановление правительства Российской Федерации от 5 февраля 1999 года. К слову, в течение всех 90-х поставки осуществлялись неоднократно. И это лишь один из подобных документов. Читаем. Цитата. Обеспечить реализацию соглашения правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки о безвозмездном предоставлении сельскохозяйственных товаров. Конец цитаты. Еще раз. Безвозмездном предоставлении сельскохозяйственных товаров. Америка вообще ничего не получала за продукцию, которую поставляла в Россию в рамках данного соглашения. Так куда же шли деньги, которые выручались от продажи этих товаров, приехавших из Америки? А вот куда. Цитата. «Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить целевое использование полученных от реализации продовольствия средств на выплату пенсий и погашение образовавшейся в 1998 году задолженности по выплате пенсий». Конец цитаты. То есть все верно. Россия продавала товары, полученные бесплатно из США, и направляла деньги на выплаты бюджетникам. Вот напишите, если вы все еще думаете, что в 90-е между Россией и США действительно была вражда. Большую часть этого документа составляют таблицы, в которых расписано, в какие регионы должны будут поступить продукты. Рис, кукуруза, говядина, свинина, пшеница и так далее. Единица измерения в таблицах – тысячи тонн. Это уже в наше время российские СМИ объясняют своим читателям, что представляли собой продуктовые поставки из Америки, и особое внимание там уделяется ножкам Буша. Акцент делается не на том, что США буквально спасали людей от голода, а на разных конспирологических версиях. Например, вот они пишут, что дешевизна американских окорочков вызывала сомнения в их качестве и так далее. Еще раз, вы только в это вдумайтесь. Америка поставляла продукцию по максимально низким ценам, а зачастую и просто безвозмездно передавала ее правительству России. А современные авторы смотрят на вот эти низкие цены и говорят, а знаете, это вот как-то подозрительно, что продукты такие дешевые. И мне вот интересно, эти авторы хотели бы, чтобы продукция поставлялась в голодную Россию начала 90-х, где полки были пустыми, а зарплаты не платились по более высоким типа ценам? Или вот еще один миф, распространяемый сейчас, что в куриных окорочках было много гормонов и антибиотиков. Все это было несъедобно и вообще это все биологическое оружие против россиян. Но на самом деле применение гормональных препаратов в птицеводстве США было запрещено еще в 1972 году, а антибактериальные препараты использовались в качестве профилактики заболеваний точно так же, как и на птицефермах Советского Союза и современной России. Вообще, знаете, нет ничего удивительного в том, что люди воспринимали гуманитарную помощь с опаской. Вот представьте себя на их месте. На протяжении десятилетий гражданам Советского Союза рассказывалось о том, что американцы это такие заклятые враги, верить им нельзя, они коварные и хотят нас всех убить. И вот настал момент, когда после развала СССР американцы присылают продукты. Разумеется, сразу появляются слухи, что у людей, которые ели эти окорочка, снижался иммунитет и так далее, и так далее. Но с реальностью это не имело ничего общего. Дело доходило до легенд, что якобы ножки Буша это стратегический запас НАТО, который десятилетия хранился на американских складах, а в 90-е был выгодно продан в Россию. Но не думаю, что стоит всерьез это все комментировать. И да, происходившие события с поставками гуманитарной помощи сейчас словно забыты, о них не принято вспоминать. Но сам факт того, что они осуществлялись, рушит всю современную российскую картину мира и риторику пропагандистов. Правда заключается в том, что такая помощь была, и никуда от этого не деться. Когда у американских ВВС закончились свободные военно-транспортные самолеты, Минобороны США за свой счет стали фрахтовать гражданские суда. И Америка многократно шла навстречу. Важно понимать, что поставки шли не только в Россию, но и во все страны постсоветского пространства. Вот, например, книга Эмма Мали Рахмонова «Президента Таджикистана». В ней его воспоминания о 90-х. Вот что он нам пишет. Цитата. «Нам доставляется большое количество пшеницы, топлива и медикаментов из России, Узбекистана и Казахстана. Поступает также гуманитарная помощь из США, Турции, Ирана, ФРГ, Швейцарии и других государств». Конец цитаты. Обратите внимание, что после стран СНГ президент Таджикистана в первую очередь упоминает именно США. Или вот еще одна цитата оттуда. «Дружественные нам страны Индия, Пакистан, США, Турция, Канада, ФРГ, Франция, Египет, Израиль, Великобритания желают нам скорейшего выхода из глубокого политического и экономического кризиса». Но вернемся к России. Помощь из Америки приходила и ранее. Если заглянуть немного глубже в историю, то можно увидеть, что, например, для борьбы с голодом, охватившим юг и по Волжье России в 1891-1992 годах, американцы кораблями присылали гуманитарную помощь. Тогда государственных запасов зерна оказалось недостаточно, а ситуация усугубилась эпидемиями тифа и холеры. Лев Толстой так описывал положение в деревнях того времени. Цитата. «Люди и скот действительно умирают. Они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, со слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам. На наших глазах происходит неперестающий процесс обеднения богатых, обнищания бедных и уничтожения нищих». Конец цитаты. А великий художник Айвазовский, будучи живым свидетелем исторических событий, запечатлел на своих полотнах транспортные корабли с долгожданным грузом. Корабль, помощи и раздача продовольствия. Именно вот на этих картинах можно увидеть события того времени. И это все делали американцы. Всего было собрано и отправлено из Америки в Россию пять кораблей с грузом продовольствия. Больших грузовых самолетов тогда не было. Да и сама инициатива исходила в большей степени от богатых американцев, а не от самого государства. Поэтому и масштабы помощи нельзя сравнивать с теми объемами, что были направлены в страны постсоветского пространства после развала Советского Союза. Кстати, из тех времен можно еще много привести разных примеров. Например, вот взгляните на этот вот пропагандистский плакат, где товарищи-демократы Иван и дядя Сэм жмут друг другу руки на фоне свободы. То есть Америка и Россия далеко не всегда были врагами. И если вам интересно еще глубже в эту тему как-то копнуть, то давайте наберем под этим видео 20 тысяч пальцев вверх, чтобы понять, что вам это действительно интересно. Спасибо. Но вернемся в 90-е. Поездка в Соединенные Штаты в феврале 92-го года стала одним из первых международных визитов Бориса Ельцина в качестве президента независимой России. Тогда не просто прошли какие-то там рядовые переговоры. Это был по-настоящему исторический визит. Борис Ельцин и Джордж Буш-старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию, которая юридически завершила период Холодной войны. Текст декларации сейчас звучит настолько непривычно и странно, что в подписании этого документа даже как-то, знаете, верится с трудом. Но такой документ действительно существует. Первый и самый главный пункт там гласил, Россия и Соединенные Штаты Америки не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнерство, основанные на взаимном доверии. Летом того же года Борис Ельцин выступает в Конгрессе США. Члены Американского Конгресса аплодировали президенту России стоя, как недавно аплодировали президенту Украины. Аплодисментами в начале 90-х встречали и кортеж американского президента, прибывшего с визитом в Москву. И это уже не Джордж Буш-старший, потому что в Америке был новый президент. Билла Клинтона в России приветствуют простые люди, в их руках флаг США, вокруг царит атмосфера дружбы и мира. Это наша надежда на такую же стабильную демократию, как в Америке. Вот почему мы здесь, вот почему мы держим флаг. Мистер Клинтон! И в источниках того времени можно найти информацию о том, как президенты России, США и Украины делают совместное заявление, где говорят о важности развития взаимовыгодных отношений и приветствуют намерения США оказать помощь России и Украине. Сейчас это все просто не укладывается в голове. Этого словно и не могло и быть. Но это все было. Россия в 90-е годы воспринималась как партнер, как международный игрок, с которым хотели иметь дело. Она не была врагом, она была союзником. Россия тянулась к развитому миру и хотела становиться лучше. Страна, которая еще вчера воспринималась другими, как государство, готовое на все, как какой-то ядерный монстр, вот эта страна стала заявлять о своих намерениях открыться и стать частью международного сообщества. Внимательный зритель может задаться таким вопросом. Ну, хорошо. С точки зрения российских новостей того времени отношения между Соединенными Штатами и Россией воспринимались как дружественные. Но, может быть, в Америке это казалось чем-то другим? Может, это российские газеты себе что-то напридумывали? Что вот писали, например, о России, New York Times и Washington Post тогда, в начале 90-х? Это отличный вопрос. Давайте заглянем в главное издание США того времени. В статье 93-го года рассказывается о новых совместных планах по освоению космоса и о том, как страны вместе будут работать на космической станции. Да и в самих документах НАСА, которые предназначались для американского конгресса, тоже говорится о совместной деятельности США и России в космосе и о необходимости сотрудничества. Важно, что это не просто какие-то там пустые политические заявления, в которых принято говорить о том, что нужно работать над укреплением взаимосвязей и прочее политическое бла-бла-бла. А это именно внутриамериканский документ. Или вот еще одна статья из далекого 92-го года. Там рассказывается о том самом выступлении Ельцина в Конгрессе. И авторы перечисляют долгосрочные соглашения на будущее, в соответствии с которыми отменены ограничения на, например, поездки дипломатов и журналистов в другую страну. Про открытие консульства США во Владивостоке и консульства России в Чикаго. О новой воздушной трассе через территорию России, которая будет соединять Северную Америку с Дальним Востоком. И о многом-многом другом. Одним словом, очевидно, что атмосфера готовности к дружбе царила в обоих странах. Я напомню, что в Штатах СМИ не сговариваются между собой. Нет никого, кто заставляет их гнуть какую-то определенную линию. И поэтому газеты свободно излагают мнение своих журналистов. Информацию об отношениях между странами в 90-х можно найти и на сайте Государственного департамента США. Январь 92-го года. Конференция по оказанию помощи странам СНГ. Февраль 92-го. Предложение создать на постсоветском пространстве Международный научный центр. Июль того же года. Страны Большой Семерки обсуждают с Ельциным помощь России в размере 1 миллиарда долларов. И так далее. В начале 90-х ни о какой конфронтации с Соединенными Штатами не может быть и речи. Все указывает на то, что государства настроены вместе решать задачи и добиваться результата в разных сферах. Причем вдвойне удивительно, что США помогали странам, будучи единственным на тот момент мировым лидером. Вот казалось бы, 92-й год. Советского Союза уже нет. Штаты занимают уникальное положение на мировой арене. Им никто не угрожает. Кому-то вот могло прийти в голову. А почему бы не поквитаться со своим вчерашним соперником? Россией. Но нет. Именно в это время США и Россия постарались найти компромиссы. Америка помогала России. За считанные годы были подписаны Ванкуверская и Московская декларации, Хартия Российско-Американского партнерства и дружбы и Декларация о региональном сотрудничестве. Все это стало фундаментом для построения российско-американских отношений на новом, невиданном прежде уровне. 90-е годы – это вообще очень странное время. Кстати, вот что лично вам запомнилось из жизни в 90-х? Думаю, у многих есть интересные истории. Время и правда было необычное. Напишите в комментариях, мне интересно будет почитать. А если вы еще слишком молоды и не застали то время, то наверняка что-то помнят ваши родители. Вообще, жаль, что сейчас многими вот эта фраза Ельцина воспринимается не как желание всеобщего мира и процветания, а как предательство. И вот сейчас хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку и добавлю к этому и Россию. О помощи со стороны Соединенных Штатов теперь рассказывают историки, повествующие о том, как Россию продали за ножки Буша. Да, типа ножки были просрочены. А взамен Российская Федерация перешла под совместное управление и прочий конспирологический бред. Если кому-то кажется, что Россия в 90-х могла бы обойтись и без помощи со стороны стран Запада, то взгляните вот на эту новость. Издание «Лента» в 99-м году не подбирает слов и называет вещи своими именами. Цитата. «Россия просит у США еще немного еды». Вот даже удивительно, как после смены собственника и изменения редакционной политики «Лента» не удалила эти статьи со своего сайта. Коммерсант в декабре 98-го называл поставки продовольственной помощи в Россию из США и ЕС не иначе, как «меню» на 99-й год. Были ли эти поставки значимы и важны для простых россиян, страдающих от последствий экономического кризиса 98-го года? Конечно, да. Обратите внимание на то, что медиа в России тогда не старались кому-то угодить. Они писали то, что считали нужным и не боялись получить статус иностранного агента или дубинкой по голове. Все эти статьи вы можете и сами найти в интернете. Эти данные очень легко проверить. Но уже к тому самому 99-му году стало ясно, что попытка построить дружеские отношения провалилась. Причем нельзя сказать, что все изменения произошли при президенте Путине. Уже на самом деле Борису Ельцину надоело быть в роли младшего партнера США. Настроения в России тоже переменились. Люди не захотели считать себя проигравшими холодную войну. Антиамериканизм, который появлялся как нечто локальное и незначительное, в итоге стал важной частью всей российской политики. Да и в Америке на самом деле тоже произошли изменения. Цель этого видео – рассказать вам о том времени теплых отношений. Но если вам интересно узнать, как именно пути стран разошлись, что такое петля Примакова, и о том, что о будущем российско-американских отношений сейчас думают внутри Америки, то дайте знать в комментариях. Возможно, стоит рассказать и об этом поподробнее в новых роликах. Но так или иначе, в самом начале нулевых ситуация уже выглядела так. Вот это новость из 2001 года. В ней авторы статьи уже задаются вопросом. Америка и Россия – это кто? Друзья, соперники или партнеры? Слово «враг» тогда еще не приходило никому в голову. Но пройдет еще немного времени, особенно по историческим меркам, и статьи уже будут выглядеть иначе. Цитата. «США всегда считали Россию своим врагом». Конец цитаты. И знаете, вот это чистое совпадение, но совсем недавно, 7 февраля этого года, когда мы уже готовили материалы для этого ролика, Национальный архив США опубликовал три связанных с Россией секретных документа, датируемых 93-м годом. Можно в очередной раз убедиться в том, какими же были отношения между двумя странами на самом деле. И эта информация обнародована впервые. В ней говорится о первом телефонном разговоре между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в статусе президента США. Он произошел спустя всего несколько дней после вступления Клинтона в должность. Американский президент тогда говорил, что США постараются сделать экономическую помощь настолько полезной, насколько это возможно. Он пообещал оказать содействие во срочке платежей России под своим долгам. А в конце разговора Клинтон заявил, «Я уверен, что вместе мы сможем добиться максимально близкого партнерства между Россией и Соединенными Штатами Америки». И это было не просто словами. 9 мая 1995 года президент США Билл Клинтон лично посетил Москву по случаю 50-летия победы в Великой Отечественной войне. И сейчас это событие кажется просто невозможным. И это все, конечно, грустно. Ведь СССР и США вместе боролись с фашизмом во время Второй мировой войны. И российско-американские отношения за довольно короткий срок, всего 20 лет, прошли очень сложную эволюцию. От доброжелательности и готовности обеих стран к сотрудничеству до взаимного разочарования. А помощь со стороны США в 90-е сейчас в России не вспоминают. И все же гуманитарная помощь была, и ее размеры были огромными. И значит ли это, что Россия что-то должна Америке? Конечно, нет. Просто было бы правильно помнить не только плохое, но и хорошее. И да, политика так устроена, что все зависит от современной повестки. И в этом смысле похожи и американцы, и русские, и вообще все другие политики мира. Просто нам, людям, нужно знать историю и помнить все ее страницы, а не только те, вспоминать которые нам сейчас приятно. Да, и что вообще может быть плохого в доброжелательных отношениях между странами. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно нажмите жирный-жирный лайк и подпишитесь на канал, если до сих пор еще этого не сделали. А мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч, пока-пока.